Выехал с бампером, вернулся без. В такой ситуации нередко оказываются жители села Чемурша Чебоксарского района. Виной всему местные дороги, вернее их отсутствие. Наша съемочная группа тоже испытала на себе дорожные приключения. Ехали-ехали в яму Бубух. Так добиралась наша съемочная группа до места съемок деревни Чемурша. Мы таки добрались, однако так везет не всем. Местные водители рассказывают, жители небольшого села между Чебоксарами и Новочебоксарском не понаслышке знакомы с городским термином «пробка». По утрам здесь застревают по пять машин. Дорога вообще убитая. Невозможно ездить по ней. Каждую неделю, каждый месяц практически меняем ходовую машину. Хлеб в местный магазин привозят на несколько дней вперед. Чаще поставщики просто отказываются сюда приезжать. А скорая помощь перестает быть скорой. Врачей приходится встречать на въезде в село и дальше пешком. Мы договариваемся, что возле производства дверей останавливается. Мы туда бежим. И такие моменты бывают. А живем между двумя городами. Вроде как цивилизовано все. Но неудобства очень, конечно, большие испытываем. Каждый день мы ездим в садик. Сейчас ездим в больницу каждое утро. И по утрам выбираться в садик или в больницу очень проблематично. Дороги плохие, их не чистят. Мы едем, и машину жалко, потому что задевает защита и боимся что-нибудь оставить на дороге. Если попадается встречная машина, разъехаться не еще проблематичнее. Звонили главе администрации. Он нам сказал, что подождите, снег растает. Нам глава Синьяльского сельского поселения пообещал решить проблему значительно раньше. Впрочем, выяснилось, что проблема не только в снежном покрове, а глубже. Под снегом, как таковой дороги, то есть асфальтового покрытия, нет. Жители рассказывают, пытались построить дорогу собственными силами и даже собрали по 6 тысяч рублей со двора. Однако это капля в море. Глава поселения отмечает, по смете выходит более 30 миллионов рублей. Таких денег ни у жителей, ни в казне сельского поселения нет. Так что единственный шанс попасть в госпрограмму по развитию сельских территорий. Сегодня подготовлено проектно-исследовательная документация. Сейчас находится госэкспертиза. Ждем выхода. И планировали, за счет средств населения подготовили проект. Впрочем, проект – это только первый шаг. Необходимо разработать проектную документацию, пройти государственную экспертизу, направить заявку Минтранс совместно с администрацией сельского поселения. Минтранс Чуваши, собрав все заявки со всех районов раз в год, исходя из бюджетных возможностей, делает перечень автомобильной дороги. Распределяется, соответственно, по району. Когда будет известна сумма на район, район должен дать предложение о приоритетах включения того или иного населенного пункта. Если предположить, что в самое ближайшее время проект пройдет экспертизу и даже попадет в перечень приоритетных по Чебоксарскому району, сказать точно, когда у селян появится дорога, а специалисты не берутся. Средства в этом году ограничены. Впрочем, есть и хорошие новости. Пока материал готовился к эфиру, в село для уборки снега таки приехал трактор. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.